Газпромбанк Коллеги, добрый день. Меня зовут Сергей Горленко. Я представляю Газпромбанк. Так вышло, что мой доклад первый, поэтому он не будет сильно техническим. Он будет содержать процессную часть. Я думаю, что это будет разминкой для более серьезных докладов на тему инструментов для безопасной разработки. Коллеги, поскольку мы хотели поговорить о теми задачами, которые перед нами стали после 24 февраля, мы долго думали, как начать. И поняли, что без истории здесь никак не получится, потому что надо понимать, что было сделано, чтобы следующую точку планировать. Итак, немного о нашем пути в DevOps, который начался в далеком 2018 году, когда банк решил, что надо бы развить сегмент розничного бизнеса. И как понимание вот этой стратегии пришли к тому, что мы больше не можем заниматься достаточно долгой разработкой, в основном заказной разработкой. Что нам нужно существенно снижать время вывода на рынок наших цифровых продуктов. Что это нельзя сделать при помощи внешних сил, а нужно заниматься собственной разработкой. И как раз в этот момент мы узнали, что есть такая чудесная методология agile, которую, я уверен, что практически нежно любят все безопасники. И вот этот переход, он познакомил нас с тем, что оказывается в мире есть инженерные практики DevOps, которые готовы прямо завтра применить разработчики, которые наводнели банк. Что эти практики, они способствуют, ну не способствуют, они требуют применения новых, по крайней мере в то время для нас инструментов для управления проектами и знаниями. Такие как Jira, Confluence и то, что нужно достаточно много усилий прилагать к проведению регрессионного анализа, чтобы не допускать на рынок сырых продуктов. Ну, сами, наверное, знаете эту проблематику. И мы поняли, что кроме того, что нам нужно достаточно долго ругаться о том, что agile – это не только получение программного кода с проблемами его исполнения, что там, оказывается, есть еще другие артефакты, которые описывают то, что айтишники создают, и то, с чем потом приходится жить и поддерживать. И мы поняли, что для безопасников это еще и совершенно новый мир, который позволяет раньше включиться в процесс разработки, который позволяет глубже анализировать те механизмы информационной безопасности, которые закладываются непосредственно в исходный код. И что для этого нужно, в общем-то, внедрять автоматизированные инструменты, которые смогут расширить наше восприятие действительности, по крайней мере в части исходного кода и вообще кода приложений. По традиции мы начали с достаточно простых вещей. То есть это статический анализ, с которым мы были немного знакомы. То есть при заказной разработке мы использовали такой замечательный продукт, как апперкад. И если разработчики любезно нам давали исходные коды, то мы их проверяли при помощи этого средства. Ну вот в данном случае мы внедрили контроль внешних библиотек, мы внедрили статический контроль исходного кода на наших приложений. И на самом деле наше удачное решение о том, что мы вместе со всем этим чудом внедрили еще софтер-компонент анализис в виде инструментов, которые позволяли нам выстроить нормальный диалог с IT-блоками по принципам того, что зачем вы заставляете исправлять наши ошибки в тех библиотеках, которые мы не используем. И в общем-то на этом мы получили достаточно большой отклик. То есть мы нашли понимание и среди разработчиков, и среди руководства, которому периодически доносилось, что несмотря на то, что у нас некоторое время занимает все-таки применение практик Application Security, ну вот люди все-таки что-то находят. И вот одним из достаточно больших проблем, одной из достаточно больших проблем на этой этапе это было формирование команды, которая с одной стороны сможет развивать эти инструменты, а с другой стороны сможет общаться с коллегами из IT-блока. Но тем не менее первый этап мы прошли, он у нас получился, и мы перешли ко второму анализу, который, в общем-то, приводил все, что было наделано на системные рельсы. То есть у нас в банке появились процессы, который теперь называется процесс Change по созданию программного обеспечения в банке. Он описывает достаточно много стадий о том, как в терминах Agile у нас команды живут, как они создают сущности, выбирая задачи из бэклога. И, в общем-то, наше место там достаточно большое. И вот на втором этапе мы уже, интегрировавшись в IT-шную жизнь, перешли к внедрению более сложных инструментов. Это инструменты динамического анализа, причем это динамический анализ и веб, и мобильных приложений, которые, в общем-то, достаточно сложные и имеют очень много специфики по отношению к исполняемым на территории банка фактически в контролируемой среде приложениям. Здесь же мы занялись оптимизацией тех требований, которые предъявляли и к библиотекам, и к исходному коду в зависимости от этапа жизненного цикла приложений. То есть мы сказали, что, ребят, ну не вопрос, вы накачали непонятных библиотек, вы хотите провести на них эксперименты. Ну, ради бога. Но помните, что для того, чтобы вот эти библиотеки попали в промышленный контур, вам придется либо найти их более безопасные аналоги, либо перейти к каким-то дополнительным мерам защиты, которые не позволят выявлять эти уязвимости. Ну и, соответственно, здесь же мы так или иначе перешли к тому, что приемы сдаточные испытания по информационной безопасности, они тоже имеют место. И это как бы в дополнение к тому, что, ну, я считаю, что порядка там 20% времени диалога с IT у нас тратится на то, что они пытаются объяснить, почему им не надо там создавать никаких артефактов, кроме кодов, и что проходы между автоматизированными системами должны открываться по щелчку пальца. Ну, тем не менее, вот есть еще и приемы сдаточные испытания, которые у нас проходят, как правило, там в районе недели на более-менее серьезный релиз. И здесь мы тоже перешли к автоматизации проведения тех или иных испытаний. Ну, в основном это какие-то очень технические вещи, связанные с наличием программного окружения, с закрытием определенных портов, наличием записи в журналах. Но, тем не менее, вот весь комплекс практик application security, который мы внедрили, привел к тому, что общий трек на информационной безопасности сократился там порядка 10-15% на релиз. Ну, на этом слайде я, наверное, не буду долго останавливаться. Это, в общем-то, этапы, которыми мы шли вот к этому результату. В общем-то, за полтора года мы как-то создали наш инструментарий примерно в том состоянии, в котором у нас был. Мы интегрировали его в конвейер. Мы смогли дать понять, что команды разработчику, которые работают в DevOps-конвейере, имеют преимущество при проведении приема сдаточных испытаний, вот как раз за счет экономии времени. Но борьба продолжается. И с точки зрения технологий, процессов, средств, у нас получилась вот такая картинка. То есть у меня тут сидит руководитель направления, который все этим занимался, Федор Курносов. Это вот реальный инструмент, который применяется в нашем банке. Но я хотел бы обратить внимание на упавшую неваляшку. И, на мой взгляд, достаточно показательно то, что практики Application Security покрывают несколько стадий жизненного цикла разработки автоматизированных систем. То есть это говорит о том, что при особой неудачном стечении обстоятельств на прием издаточных испытаниях может выявиться такая ошибка, которая приведет к редизайну системы. Как правило, такого у нас не случается. Мы все-таки стараемся иметь с IT-командами общий трек с точки зрения применения всяких треков разработки и погружения наших задач именно в трек создания приложений. Поэтому этот сдвиг влево приносит достаточно хорошие результаты с точки зрения того, что разработчика не надо отвлекать от задачи, в которые он погрузился. Он имеет возможность поменять исходный код ошибочный практически в момент его появления. А в момент появления мы отслеживаем, соответственно, по появлению нового кода в репозитарии. Что же у нас изменилось с 24 числа? Мы совершенно четко видим, что перед нами стоят риски активации программных закладок. Причем это связано и с общей системным программным обеспечением, и с теми бинарниками, которые мы скачиваем. Появилось совершенно новый класс угроз. Это целенаправленное действие по внесению закладок именно для Российской Федерации. Вот код одной из таких выявленных уязвимостей вы видите. Опять же, над нами долго смеялись руководители айтишников о том, что внешние репозитории могут быть блокированы, что библиотеки, которые привыкли айтишники качать без зазрения совести в любых количествах, будут недоступны. 15 апреля GitHub заблокировал для российских разработчиков аккаунта. Правда, нас это не зацепило практически, но тем не менее звоночки есть. Санкционные риски, которые превращают наши чудесные инструменты в кирпичи, но это не все. Даже при сохранении инструментов остается их наполнение уязвимостями. И, соответственно, отдельный вопрос становится с мобильными технологиями, которые используют скрипты, скачиваемым непосредственно в процессе исполнения веб-версии приложений. С точки зрения борьбы со всем этим безобразием, естественно, мы переходим в основном к кэшированию того, что закачивается в периметр банка. То есть мы уже в районе месяца занимались тем, что скачивали в промежуточные хранилища библиотеки, которые хоть как-то по зависимости соответствуют общему направлению нашей разработки. Мы проверяли их с использованием действующих инструментов и наработали достаточно большой безопасный кэш, который как побочный эффект сократил количество работы по выявлению уязвимости в разработке. С санкционными рисками мы в основном боремся с отключением от интернета максимально возможным тех инструментов, которые есть. То есть все мы слышали, что Nexus Firewall были блокированы в санкционных банках. Мы смогли свой Firewall удержать. Но, правда, теперь мы решаем вопросы о том, где бы взять новых уязвимостей, потому что более они нам не поставляются. Но я надеюсь на то, что святое место пусто не бывает. В России много антивирусных лабораторий, прочих компаний, которые занимаются выявлением неуязвимости. Я думаю, что у нас появятся альтернативные истории по направлению. Ну и, собственно, пиксели. Ну, в общем-то, они становятся не только проблемой для информационной безопасности. То есть это вопрос в том, что мы готовы переходить на наши репозитарии. Мы достаточно много времени провели с Яндексом в создании этой технологии. Но, возможно, у нас будут даже собственные метрики, которые мы будем использовать для развития бизнеса. С точки зрения ландшафта, вот той упавшей матрешки, которую вы видели, да, то есть вот это наше понимание тревожности, которая проистекает именно из-за того, что на Россию накладывают санкции. И вот здесь очень важно обратить внимание, что да, конечно, мы видим, что у нас там вот этот вендор перестал поставлять лицензии. И вот эти лицензии у нас там бессрочные, но у них нет обновлений уязвимостей. Но вот здесь обведены тревожными рамками не только безопасные инструменты, но и айтишные инструменты, которые, в общем-то, оказывают существенное влияние на то, что делаем мы в плане безопасной разработки. И, собственно, изменения, например, платформы управления контейнерной виртуализации OpenShift, в общем-то, на нас достаточно сильно влияет. Нам придется, ну, как минимум, менять интеграцию, а как максимум подбирать альтернативные средства для анализа тех компонентов, которые, собственно, передаются на исполнение. Ну, мне тут говорят, что время закончилось. Спасибо, коллеги. Спасибо, Сергей. Ну, про, так сказать, вопросы, связанные с санкционными рисками, я предлагаю поговорить потом, когда уже в части, касающейся круглого стола. Тут такой вопрос возник по ходу обсуждения. Программу методику испытаний для проверки в части безопасности и кто готовит в вашем подразделении? Ну, знаете, у нас это достаточно такое большое действие. То есть у нас в незапамятные времена была создана простыня из требований всяческих документов нормативных, которые мы предъявляли абсолютно к любой разработке. Потом мы создали к ней некую анкету по информационной безопасности, на которую было просто отвечать. Из которых потом нам было просто объяснять, откуда взялись эти безумные требования и почему их надо реализовывать. И, собственно, точно так же, как мы сделали типовые требования, мы под эти типовые требования сделали типовую программу методик. То есть у нас есть более сложные системы, менее сложные системы. Для простеньких систем мы ограничиваемся типовой программой методикой, она, в общем-то, пишет, что проверяется, как проверяется и примерные направления изменений. Для более сложных систем мы обычно просим детализировать кейсы проверочные, что можно сделать. В общем-то, это экономит время при приеме сдачных испытаний. Но при большом желании мы идем айтишникам навстречу и говорим, что, ребята, вот примерно проверки вот такие. Если вы не готовы по каким-то там причинам детализировать порядок проведения этих проверок, то, в общем-то, у вас просто будет больше времени. Ну, очень много у нас типовых программ и методик, потому что бумажки и айтишники, они тяжело совмещаются. Ну, в части именно требований по информационной безопасности я, наверное, соглашусь, потому что можно сделать набор требований. Есть персональные данные, нет персональных данных, есть банковский платежный процесс, нет. И выбирать потом подходящую чек-лист или программу. А вот что касается безопасности бизнес-логики программного обеспечения, здесь все-таки, ну, для любого программного обеспечения своя бизнес-логика и свои риски. И причем, если, так сказать, когда мы работали по waterfall, тщательно разрабатывали, согласовывали техническое задание, как правило, вот вопросы именно бизнес-логики, они хорошо прорабатывались и риски были минимальны. Сейчас, когда мы работаем по agile, даже если мы говорим, что у нас все артефакты по-прежнему, так сказать, должны быть оформлены, но оформление артефактов, оно, так сказать, по классике agile идет параллельно с разработкой. И, кроме того, есть еще такой момент, как фрагментация разработки. То есть мы не пишем техническое задание сразу на большую систему. Процесс разработки, он идет из маленьких модулей. И все это, так сказать, в процессе меняется, и возникают большие риски, ошибок именно бизнес-логики. Вот как вы решаете эту проблему? Ну, у нас, наверное, два пути стоит отметить. То есть, во-первых, agile, это так или иначе приводит к пониманию команды. И, в общем-то, у нас в каждую agile команду у нас погружено полтора безопасника. Вот. Как это в анекдоте, что Василий Иванович, а почему что поставил два пулемета? Один не справлялся. Вот. Но, тем не менее, это контекст, который есть. То есть, это, ну, как это не больно звучит, но они, как это, в джазе только девочки, они становятся из мужчин с женщинами, из безопасников с айтишниками. Но, тем не менее, они понимают те процессы, которые происходят, они понимают, к чему эти процессы ведут, сколько там есть времени на их защиту. И, в общем-то, это достаточно много вопросов снижает, но в основном по скорости. И второй момент, наверное, он является основным, который мы смогли продавить, это то, что мы отслеживаем артефакты. То есть, у нас есть с точки зрения безопасной разработки стейджинг, то есть, мы на уровне стейджинга отслеживаем прохождение тех или иных стадий бизнес-процессов по разработке, и вот любая задача, она у нас начинается с бизнес-требований. На бизнес-требованиях как раз наши ребята занимаются анализом того процесса, который они защищают, они подбирают адекватные меры. То есть, вот к этим несчастным выездным агентам, которые фотографируют всех с паспортами, мы достаточно долго планировали средства безопасности, но, тем не менее, смогли, там, конечно, с определенным уровнем остаточного риска, но все-таки обезопасить тех процессов. То есть, у нас вот отдельные процессы, они являются законченными, под них пишется бизнес-требование, которое мы в обязательном порядке согласуем и не допускаем перехода на следующие стадии разработки без согласования непосредственно бизнес-требований. И у нас в обязательном порядке порождается организационно-технологическое и архитектурное решение, как это вот дико звучит, но к слову Атару уже даже айтишники привыкли. И, в общем-то, это документ, который связывает и бизнес-процесс, и функциональную, и интеграционную архитектуру. В общем-то, на ней описывается именно решение в многообразии компонентов, которые интегрируются. В принципе, мы здесь достаточно всегда процессно и оцениваем с точки зрения безопасности всего трека. Хотя у нас есть достаточно большая проблема с легоси-приложением, и то, что у нас интерфейсно заводятся информационные потоки в системы, которые всю жизнь работали с операционисткой перед клавиатурой и решали вопросы форматологического контроля в формате констранентов экранных форм. Вот эти вопросы мы сейчас отлавливаем. Если случается, что мы их пропускаем, иногда бывает больно. В общем, опыт, в принципе, понятен. Но я думаю, что для большинства банков, они могут только позавидовать безопасники, потому что я представляю, какая трудоемкость этих процессов и, собственно, сколько нужно людей, чтобы в большом универсальном банке контролировать каждую разработку и административный ресурс, чтобы добиться исполнения требований, допустим, по документированию. Ну, у меня сколько там, 30 человек этим занимается, так или иначе. Ну, вот это участвуют в командах, да? Ну, это и участвуют в командах, и там отслеживают общую архитектуру по безопасности. То есть у нас там несколько ролей есть. Ну, в принципе, там относительно нас не так много, хотя у вас несколько департаментов безопасности, у нас одно управление, но большое. У нас, ну, в общем, да, но такой департамент, который именно к разработке, это именно наш. То есть у нас есть еще там более инфраструктурная безопасность, который, департамент, который в основном занимается там сетью с кудами и удостоверяющим центром. И отдельный департамент, который вот сейчас особенно тяжело, но зато попиариться могут, это мониторинг информационной безопасности, который, в общем-то, эксплуатирует ситуационный центр, противодействует сейчас как раз киберугрозам и так далее. Ну, у вас, собственно, СОК, вот центр мониторинга был, наверное, одним из первых, так сказать, в банковской системе созданных. Ну, да, да, да. То есть мы его с того года строили. Стартовали существенно раньше, да. Ну, мы, правда, тоже успели в этот поезд. Вот, я говорю, в принципе, можно было обходиться и дальше без СОКа в банке. Я даже пропагандировал, наверное, на Уральском форуме эту точку зрения. Но сейчас я говорю, как хорошо, что мы успели это все развернуть именно к вот этим нашим неприятным событиям. Вот. Спасибо. Добрый день, коллеги. Сегодня тема моего доклада будет о том, какую роль играет статический анализатор кода в соблюдении правил, выставляемых уважаемыми регуляторами. Как вы знаете, у нас Банк России – это мегарегулятор, один из крупнейших регуляторов в Европе. И он объединяет в себе выставление требований как для кредитных организаций, так и для некредитных организаций. И в таких нормативно-правых документах, как 683П и 719П, он формирует требования для кредитных организаций. И в них описывается требование для обеспечения безопасности платежных данных клиентов. Для некредитных организаций в 757П выставляются требования для тех систем и программных решений, через которые осуществляется взаимодействие с клиентами. И оказываются коммерческие услуги. Без исключения, во всех этих требованиях фигурирует такая важная составляющая, как необходимость проведения оценки соответствия для программного обеспечения, вводимого в эксплуатацию и используемого в рамках данных информационных систем. В общем виде мы можем представить это как следующее состояние. Регулятор лица Банка России в рамках своих нормативных правовых актов формирует требования для пользователей программного обеспечения для ключевых заказчиков, то есть нас с вами, коммерческих банков и некредитных организаций. В рамках этих требований заказчики формируют в своей технической документации, в ТЗ, дополнительные пункты, связывающие с тем, что теперь программное обеспечение, которое вводится в эксплуатацию информационной системы или разрабатывается по заказу, должно соответствовать определенным критериям безопасности. Соответственно, на этапе приемки он должен выполнить необходимую проверку. Для того, чтобы выполнить эту проверку, он выполняет ее либо самостоятельно, у него появляется такая роль контролера, либо он обращается к независимому оценщику, то есть компании, организации лицензиат ТЗКИ, которая мог бы выполнить проверку на соответствии с этим данным требованиям. При этом компании-разработчики программного обеспечения или интеграторы, которые рассказывают услуги, они должны подготовиться к данной проверке. И эта проверка не относится к категории бумажной безопасности. Здесь достаточно много представлено требований именно практических, именно требований к обеспечению безопасности самого программного обеспечения. Оценки соответствия может быть две, согласно всем представленным документам. В первом случае речь идет о классической сертификации по требованиям ТЭК России, то есть разработчик программного обеспечения должен пройти оценку соответствия в рамках системы сертификации ТЭК по уровням доверия. Это достаточно сложная и длительная процедура, которая включает в себя набор достаточно серьезных технологических контролей. Занимает она по времени примерно от года до двух лет. И там участвует большое количество, из-за того, что это такая бюрократизированная история, участвует большое количество участников в качестве оценщиков. То есть там идет и испытательная лаборатория, и орган по сертификации, и потом лично коллеги из центрального парта ТЭК оценивают, насколько корректны результаты. Кроме того, сама по себе методика включает в себя такие серьезные инструментальные контроли, как фазинг тестирования, динамический анализ, которые достаточно сложны в реализации простыми командами специалистов, которые ранее никогда не сталкивались с тем. В целом, программа, сама по себе процедура сертификации ТЭК в большей степени представляет собой требования для средств защиты информации, которые достаточно давно уже существуют у нас в организации, и мы активно используем их для обеспечения безопасности инфраструктуры, а также отечественных операционных систем. И на таком элементе, когда мы берем, допустим, программно-аппаратный комплекс и встраиваем в нашу систему, и он не меняет никаких своих свойств, данный подход действительно оправдан. Но если мы говорим о банковских приложениях, допустим, ОБС, то эти приложения в большей степени относятся к бизнес-приложениям. И на этапе, когда они попадают в информационную систему, они теряют те свойства, которые были в процессе оценки соответствия проведены. То есть, к примеру, у нас есть ОБС, она интегрируется в новую систему, сразу появляются плагины, коннекторы, и поверхность атак меняется. В связи с чем, такую длительную и сложную оценку соответствия, которая у нас выполняется, наверное, не всегда целесообразно выполнять, учитывая, что условия будут изменены. Но тем не менее, какая-то проверка должна быть. Поэтому в качестве альтернативного примера у нас есть именно проведение оценки соответствия по требованиям оценочного уровня доверия 4, который как раз выполняется независимым оценщиком, лицензиатом от ЭЗКИ в стек. То есть, это любая организация, участник рынка, который имеет соответствующие компетенции. И в отличие от оценки соответствия по требованиям стек, она ограничивается по времени только исключительно тем, насколько производители программного обеспечения подготовили документацию и сделали безопасным в своем приложении и длительностью самой проверки. В обоих случаях в качестве базового инструментального контроля, который обязательно должен быть применен, у нас используется статический анализ кода. И данная мера действительно обоснована, на наш взгляд. Именно потому, что в рамках статического анализа кода осуществляется поиск уязвимости нулевого дня. То есть, если мы берем сканер уязвимости, который достаточно часто применяется в проведении исследований инфраструктуры в рамках ваших регламентных работ в обеспечении безопасности вашей информационной системы, то он идентифицирует, он сканирует информационное пространство, идентифицирует те компоненты, из которых он состоит. И дальше проверяет их вплоть до версии, которая там установлена. Далее он обращается во внешний источник, то есть внешнюю базу уязвимостей и сравнивает, есть ли там какая-то известная информация о том, что эти уязвимости присутствуют или же нет. Если, соответственно, такой информации он там не находит, то в отчете появляется информация о том, что уязвимостей обнаружено не было. Но то, что их там не обнаружено было с помощью такого подхода, это не значит, что их нет. Это лишь говорит о том, что информация, известная об этих уязвимостях, у нас не представлена. И нужно применять какие-то другие подходы, которые могли бы это обеспечить. И именно статический анализор кода как раз такое позволяет достичь. Кроме того, анализатор кода позволяет еще выполнить полное покрытие кода, то есть полное покрытие приложения на уязвимости. Допустим, у нас есть исследователь по уязвимости, пентестер, который в рамках пентеста обнаружил уязвимость в вашем программном обеспечении, сообщил разработчику, разработчик ее исправил. Но уязвимость это не какая-то отдельно взятая ошибка в коде. Это образ мысли разработчика, и если он позволил себе совершить один раз ошибку, то, возможно, он так мыслит, и он не видит в этом ничего плохого. И, следовательно, в коде могут быть подобного рода проблемы в большом количестве. И именно инструмент статического анализа кода позволяет выявить все подобные ошибки. И таким образом, когда вы как специалист по информационной безопасности идете к разработчику и показываете такую системную проблему, то это позволит не просто разово исправить уязвимости, но и изменить его образ мысли. То есть это инструмент коммуникации с разработчиками для того, чтобы обеспечивать их информирование в области более безопасных, применения более безопасных подходов к проектированию программного обеспечения. Также, кроме этого, можно отметить и то, что программные инструменты статического анализа не только обеспечивают роль контролера, но также они очень удобны и полезно встраиваются в жизненный цикл разработки, то есть это инструменты безопасной разработки, которые могут применять у себя и сами разработчики. Примером этого можно назвать то, что в отличие, допустим, от динамического анализатора, когда у нас произошло какое-то сканирование по порту, соответственно, порт стал недоступен, приложение упало. И для того, чтобы интерпретировать, в чем была проблема, есть это уязвимость или это штатное поведение приложения, необходимо услуги эксперта по application security или какого-нибудь теоретичного хакера. И не всегда это применимо в случае, в рамках процесса вашей организации. Статический анализатор кода конкретно показывает, где в коде у нас обнаружена проблема, из чего она состоит, в чем она заключается и предлагается решение по ее устранению. Данный тезис очень похож на репорт, который он получает в рамках COA-тестирования. И, в принципе, для разработчика практически ничего не меняется, в исключении того, что теперь он обрабатывает тикеты не только на функциональность и надежность решения, но в том числе и появляются тикеты на выполнение требований по информационной безопасности. Кроме того, этот инструмент статического анализа кода достаточно удобно встраивается в жизненный цикл безопасной разработки. В качестве примера можем привести то, что, допустим, Fizer-тестирование — это такая серьезная технология, которая направлена именно на технологический стэк. То есть под определенную задачу нужно искать отдельный динамический анализатор, отдельный Fizer. И можно нагородить целый зоопарк этих решений, не говоря о том, что им нужно еще уметь правильно пользоваться. А когда мы говорим о статическом анализаторе кода, то в едином интерфейсе может содержаться под капотом поддержка большого количества разных языков программирования, тем самым, интегрируя и поддерживая одно решение, мы позволяем себе решать целый пласт задач для разных проектов и разных команд. Ну и к того же статический анализатор кода внедряется на разных этапах. Я так думаю, что дальше об этом пойдет речь у коллег в следующих докладах. Его можно внедрить как непосредственно в рамках тестирования по результату работы IDE, конкретно когда разработчик работает на какой-то отдельной фейчей, так и непосредственно на этапе, когда происходит итоговая сборка. И также можно сочетать эти методы или комбинировать с разными другими подходами. Наше решение Solar Apps Screen как раз является примером такого коммерческого анализатора кода, который достаточно широко применяется и за рубежом и на территории Российской Федерации. У нас на сегодняшний момент мы лидеры по количеству языков программирования, у нас их 36, также мы выполняем бинарный анализ и у нас есть возможность напрямую из магазина приложений Google Play или App Store забрать файл с мобильным приложением и проанализировать его на уязвимости. Кроме этого у нас есть дополнительное инструментальное средство уточнения уязвимостей, то есть детализация того, насколько критична или некритична уязвимость, помимо существующих отдельных правил, дополнительно это наше know-how технологическая технология Fuzzy Logic Engine. Ну и конечно, говоря о требованиях регуляторов, то у нас все отчеты об уязвимостях полностью русифицированы, все рекомендации также представлены на русском языке и более того, у нас есть возможность выгрузка формата отчета по требованиям к оценочному уровню доверия 4. То, что как раз требует регулятор Банк России. И этот документ, это свидетельство инструментальное можно прикладывать к отчету проведенной оценки соответствия согласно выставленным требованиям. Ну конечно, мы входим, мы полностью отечественная компания, мы входим в реестр отечественного ПО и также у нас недавно мы получили сертификат по уровню доверия 4. стек. Время не стекает. Да, я заканчиваю. Кроме этого, мы интегрируемся из коробки с рядом решений сборочной инфраструктуры и в случае, если в представленном списке ваши разработчики не найдут тот инструмент, с которым хотелось бы подружить статический анализатор кода, у нас есть возможность использования открытого API и командной строки, поддержка командной строки. компании. Помимо просто представления решения, наша команда может помочь с грамотным внедрением и в том числе обеспечить построение процессов в рамках безопасной разработки именно работы с этим инструментом. Ну и на уровне техподдержки мы также стараемся поддерживать наших клиентов. Таким образом, за это небольшое время мы постарались охватить достаточно большую объемную тему, связанную с тем, каким образом статический анализатор кода может действительно помочь в рамках соблюдения требований регуляторов. И здесь мы выделили две основных роли. Первое – это непосредственно как инструмент контроля, и второе – это как инструмент, который позволяет подготовиться к данному контролю за счет внедрения его в цикл безопасной разработки. Да, спасибо большое за внимание, коллеги. Готов ответить на вопрос. Всем добрый день. Я еще и управляющий директор, не только директор по продуктам. Занимаюсь application security всеми продуктами нашими, статическим анализатором, динамическим, вафом, еще инфраструктурными продуктами для безопасности, песочниц, ИТИМ, сиртами. Сам лет 15 не смотрю телевизор. Сегодня он мне тоже не пригодится. Я без презентации. И на самом деле у нас сегодня формат такой разговора, 10 минут. Я подумал, что за 10 минут можно либо пулеметную очередь выдать и никто ничего не запомнит, либо какую-нибудь одну тему подраскрыть. Я, наверное, про одну такую тему и поговорю. Я прошу вас принять это так, что я не говорю про то, что цель нашей компании сделать ровно это. Мы делаем много чего и вокруг безопасной разработки у нас есть весь тег продуктов. Но есть одна вещь, которая, как мне кажется, очень сильно недооценивается. То есть я вот сколько в этой теме нахожусь, наверное, лет пять я хожу по всяким конференциям и смотрю, что там происходит. Когда вижу список вопросов, которые присылаю заранее, на посмотреть там обычно, как увидеть бизнес в необходимости безопасной разработки, а кто оплачивает этот банкет, а как договориться с безопасником с разработчиками, а как оценивать эффективность внедренных методов. То есть скорее это такая история, что как будто бы заранее уже решено, что безопасная разработка стоит денег, стоит больших денег и дальше нужно убедить бизнес. Бизнес, чтобы убедить, нужно научить его контролировать то, как это происходит. Разработчикам, соответственно, вы бы клок накидать задачек, а дальше вопрос, когда их накидать. Вот если есть shift left, значит накидать сразу, как бы, да, и по дороге, чтобы они фиксили. Если shift left нету, ну, значит, в конце, перед релизом они получат весь список багов и будут все это героически фиксить, тогда дополнительный вопрос возникает, а что же делать, если, например, критическая уязвимость, кто примет решение пойти впрод или не пойти, это вот классика там дискуссий всех конференций дефсикопса. С другой стороны, я сам разработчик. Говорят, бывших разработчиков не бывает. Иногда подписываю, не могу себе в этом отказать. И я прям помню свои ощущения, когда я в первый раз узнал, не то, что узнал, а почувствовал то, что эту уязвимость, которая у меня в коде была, ее можно заэксплуатировать. Я был разработчиком backend Skype, и нам разок прилетело. Это было не очень приятно. С другой стороны, очень так это образовывало. И вроде как вот эта история, когда в этой сепаративной говорят про security чемпионов, это как раз про это. Давайте найдем людей, которые будут в команде разработки популяризовывать тему безопасной разработки среди коллег. И они, узнав о том, что такое безопасность, со всем своим рвением и, как сказать, пейшном, пойдут все это фиксить. Но проблема как бы тут одна, которую я в себе все как-то пытался найти и все-таки нашел. Мне кажется, вся история в том, что вот если посмотреть честно, то программист в день работает над продуктовыми задачами, ну дай бог 2-3 часа. И это прямо исследование официальное, не то чтобы я это придумал. Там некоторые бывают 4. Если спросить у этого программиста, сколько он работает, он скажет 8 часов, может быть 10. Ну, потому что как бы он тоже работает. Он читает блог, хабр, ютубчик смотрит, еще немножко рефакторит, потому что нельзя же так вот коммитить там. А еще в ворнинге все свои убирает, которые тоже как-то неудобно. И все это время как бы тоже идет за счет работы. И мне кажется, что когда мы пытаемся на вопрос DFC-копса ответить в плоскости, вот объем работ, мы хотим добавить туда новую работу, поэтому давайте ее туда добавим, она там окажется и программист ее зафиксят, это такая битва в той же плоскости, она очень вязкая, тяжелая. И я еще не видел счастливых победителей в этой истории. Обычно безопасники, когда смогли это внедрить, они такие, ура, наши баги фиксят. Разработчики думают, блин, ну ладно, короче, будем фиксить. А мой опыт жизненный говорит о том, что хорошие такие проблемы решаются на более высоком уровне. То есть ты смог выйти там, level up сделать, и сделать так, чтобы разработчики перестали считать это каким-то там действительно рабочим заданием, а захотели подумать об этом как о одной из грани их кода. Вот спросите у разработчиков, они пишут код функционально полноценно, ну конечно не скажут да, потому что иначе они будут признать о том, что они плохие. Спросите их, например, о том, а соблюдать ли они coding style. Я не раз видел мордобои за табуляцией пробелы в отступах там. И это прям вот регулярная история, то есть они, не знаю, готовы ночами сидеть и переписывать код, если мы разрешили в coding style и теперь называть переменную по-другому. И как-то на это они денег не просят. И ведь что мы хотим, когда DevSecOps внедряем? Мы на самом деле хотим, чтобы разработчики писали код без уязвимости. Ну вроде мелочь, да, вроде адекватное желание. Как вот это сделать? И вот на мой взгляд, что если мы пытаемся это втиснуть в те самые 2-3 часа, которые они тратят на работу, ну как бы битва такая. То есть ее можно держать вот на этом каркасе. С одной стороны требования регулятора, с другой стороны там бизнес захотел, проспонсировал, людей добавили, вот они какое-то время с этим живут. Но как бы счастливые они от этого не будут. А решение этой проблемы скорее в плоскости, чтобы программисты почувствовали это той частью работы, которую они тоже называют работой, но не тарифицируют. И на самом деле вот если подумать о том, какие индустрии и опыты могут подсказать решение этой проблемы, мне кажется, что это прямо классическая задача для стартапа. А вся классика стартапа говорит о том, что нельзя, ну очень сложно придумать новую привычку. Прям невозможно. То есть вот люди привыкли чистить зубы, и ты можешь другую пасту им принести, но другую привычку вместо чистки зубов ты вряд ли засунешь туда. И в принципе, если посмотреть на то, чем занимаются разработчики, у них уже похожие задачи-то как бы есть. То есть они уже, когда видят, скажем, ворнинг, выданный компилятором, их немножко передергивают. Вообще, если говорить сленговым языком, такой код комитит зашкварно, потому что кто-то еще там это скомпеляет, увидит эти ворнинги, и как бы, ну, прямо вообще не очень. А если, скажем, у меня какая-то перемена неиспользуемая, я тоже ее закомитил, она в IDE-шке красным подчеркнут, тоже как бы нехорошо. И, в общем, если бы там SQL-инъекции также подчеркивались, и RCE-шки, и все вот это, и главное, чтобы оно там не было раскрашено в красный цвет из-за фолзов, то, в общем-то, это, наверное, была бы победа, потому что привычка такая уже есть, проблему такую они day-by-day решают. Если объяснить, что такое security, в общем-то, все все понимают. А если это станет одной из гранью и качеством, как бы, по сути, того, что такое код, насколько он клевый, то, в общем-то, мне кажется, это будет победа. И последние вот пару лет мы компанией занимаемся тем, чтобы сделать такую технологию. Нельзя сказать, что никто никогда не делал плагины для IDE. Можно сказать, что никто никогда не пытался сделать плагины для IDE, которые ту же самую технологию туда засовывают. Не просто результаты анализа из CICD-конвейера показать и посмотреть, там, разметить как-то, да. А вот чтобы прямо в процессе работы он успевал проверять уязвимости, подчеркивать, если вдруг что-то не так. Ну и главное, чтобы не фолзил сильно, да. Вот. И вот такой технологии, честно, я ни разу не видел. Может, она где-то и есть. Вот. А то, что плагины для IDE есть, говорят практически все. Ну и вот наш эксперимент, я бы не стал говорить о том, что, как бы, вся ставка на зеро – это единственное, что можно делать. Но наш опыт говорит о том, что, когда мы в своей компании так попробовали делать, ну, наши разработчики прямо уже как-то по-другому начали относиться к тому, чтобы вот раскрашенный код коммитить. Там у них либо появляется ответственность, чтобы подавить этот ворнинг, да, там, либо все-таки его пофиксить. И вот мы в четверг на прошлой неделе первый выложили по PHP плагин. Мы хотим делать все плагины для личного использования бесплатными, для коммерческого уж извините, как бы надо как-то зарабатывать. Вот. И в течение года будем выкладывать эти плагины для всех популярных языков, которые есть. В ядре там абстрактная интерпретация нашей технологии, которая, в общем-то, по всем тестам всегда дает очень хороший результат с точки зрения false positive. То есть мы практически не фолзим, потому что мы и код выполняем, и эксплойт строить умеем, и все такое. Но, как бы, Core и Message даже не скорее про нашу технологию, а про то, чтобы подумать, собственно, во что мы коммитимся как компания. Да, мы не хотим отвечать на той же плоскости, чтобы мы скажем, о, новые требования регулятора, мы сейчас сделаем продукт, который все покрывает, там, по этому закону работает, там, отчет выдает, АПАУ-4, там, и вот это все. Ну, прям неинтересно. Хочется сделать так, чтобы культуру поменять. Вот разработчики, чтобы для них, ну, безопасность была именно тем, во что они хотят инвестировать свое время, и чтобы для них это было как конкурентное преимущество, чтобы на собеседных начали спрашивать про SQL-инъекции и так далее. А плагины – это одно из направлений. У нас есть комьюнити, пози, дев, подчеркивание, чат в Телеграме. Вот, там уже там больше ста человек, оно там прибывает, прибывает, у нас, соответственно, трек есть на pitch days, и в целом мы очень хотим там и контент для этого делать, и будем делать, ну, то есть, по сути, какие-то образовательные материалы, рассказывать про то, как это устроено, ну, и продуктами поддерживать. С одной стороны, вот у нас есть эти плагины в ID.ехе, которые может любой желающий скачать, у нас продукт, который enterprise-но с ними будет интегрироваться, и, соответственно, динамический анализатор, и вафф с этим всей истории тоже подружен. Вот, наверное, я в основном про это хотел рассказать. Здравствуйте, меня зовут Антон, и мы сегодня с вами немножко проговорим про DC Cops. Сейчас, знаете, как вот на свадьбах либо на днях рождения, когда 10 человек перед вами уже кому-то, ну, то есть молодым либо имениннику дали свои поздравления, и до вас доходит очередь, и вам приходит на ум потрясающая фраза «Я присоединяюсь ко всему вышесказанному». То есть вот здесь вот ровно та же самая история, что я присоединяюсь к всему вышесказанному, потому что мой доклад, он частями перекликается. Называется он «Полночь» и почему же так? Первое, потому что в полночь все превращается в тыкву. Это бывает, в сказках все мы про это читали, может быть, даже некоторые из нас это наблюдали в последнее время. Второй аспект — полночь — это мистика, то есть это то время суток, когда дверь между мирами открывается, и какие-то иносторонние сущности могут проникнуть. Но мы сегодня про это говорить не будем. И третий момент — это начало. Вот эта штука мне нравится больше всего. То есть это начало нового дня. День закончился старый, начинается новый. Новый день, новые правила, все новое, все по-другому. Кто-то расстраивается, кто-то видит в этом возможности. И если посмотреть на приложение. Приложение, на мой взгляд, оно уникально. Мы сейчас не рассматриваем внутренние сервисы, мы в основном говорим про внешние. То есть это штука, которая умеет жить в двух мирах. Она, с одной стороны, находится в инфраструктуре компании, с другой стороны, эта штука торчит во внешний мир. У каждого из нас есть приложение, все мы ими пользуемся. Я думаю, это доказывать не надо. Есть один очень интересный пример. Вообще здесь должна была быть анимация, на самом деле, чтобы вас не перезагружать, и местами там будут интересные спойлеры. Но, к сожалению, ее нет. Есть интересный пример с ковкой меча, который мне лично очень нравится, но мне все говорят, что он очень сложный. И, к сожалению, я на вас сейчас проэкспериментирую тоже немножко. Те, кто не знает, чтобы выковать меч, мало просто взять железяку какую-то, разогреть ее, ударить палкой, шлифануть и готово. Нет, на самом деле там еще есть закалки различные, есть украшательства, есть шлифовки первые, вторые, третьи, пятые. В общем, кому интересно, на ютубе просто полно роликов. И мне кажется, если взять эту аналогию, то когда мы выбираем материалы себе, из чего будет наш меч состоять, это мы приходили в себя. То есть что делать, куда бежать, что делать в первую очередь. И когда мы начали уже ковать меч, то есть у нас получилась какая-то бесформенная болванка, но уже напоминающая оружие, это первые замены. То есть это межсетевые экраны, это WAV, anti-DDoS. То есть то, что побежали поменять, либо анализировать первыми. Понятно почему. То есть даже если брать историю развития безопасности, то инфраструктурная безопасность все-таки всегда была первее. То есть там эти бастионы, защита периметров, потом мир менялся. Нам все говорили про диджитализацию, простите меня за это слово, про то, что периметры растаивают. Я думаю, все вы это помнили. И сейчас это уже немножечко поутихло. Но в общем и целом было. И в последнюю, то есть в следующую очередь, решили взяться за иные направления информационной безопасности и за безопасность приложений. А вот важна ли вообще эта безопасность приложений? То есть может быть очень много людей сейчас в зале просто сидят, тратят свое время на какую-то абсолютно ненужную, но веселую штуку. И на мой взгляд ответ – да, она нужна. То есть я не буду скрывать, да, я лицо очень заинтересованное. Может меня здесь не служить. Но здесь есть пара примеров, которые уже показывали и на первом докладе. Это Node.IPC. Это там, где вместо файла у вас сердечки. Ну, не дай бог, конечно. Это очень быстро поправили. Впоследствии этому мужчине сломали Twitter. Там очень много смешного написали. Смешно – это смешно, но история не очень смешная. И Log4J. Это, наверное, декабрь 2021 года. Все, что я видел по утрам – это был Log4J. Днем я видел Log4J, вечером я видел Log4J. Но я думаю, что вы поняли, что я в основном подписан на какие-то каналы, связанные с информационной безопасностью приложений. Там это было везде просто. И вы здесь резонно можете заметить, что я вам примел примеры. Supply Chain – это так. Как бы все остальное. Опять, 10 минут. На самом деле, примеров просто масса. И Supply Chain – одна из них. Просто в том году их было миллион. CodeCove, SolarWind. Ну, может быть, не в том году. Я, честно говоря, не помню. Но, в любом случае, очень ощутимый, очень значимый импакт. И что же изменилось? Это уже тоже сегодня говорили. Помните, я говорил, что я присоединяюсь к всему вышерасказанному? Мы, кстати, не договаривались, что мы будем рассказывать и показывать. Специалисты остались на рынке. Эти люди есть, которые умеют, любят, практикуют, которые занимаются темой, которые развивают, качают, ковыряются. И они есть. Они никуда не делись. А вот средства защиты немножко все-таки поменялись. И поэтому дальше доклад больше будет на них с уклоном. То есть опять за 10 минут рассказать что-то в процессную часть. Вот здесь солидарен с Денисом, что просто примерно за 10 минут рассказать это прикольно. Там, в общем и целом, как построить космический корабль, ну, наверное, не получится. Вот. И как это было раньше? Опять, приведены не все классы решений. Сейчас мы по всем по ним немножко пробежимся. Но глобально зелененько, да. Это что-то было. То есть все зеленое, все классно, прекрасно. Что же у нас будет сейчас? И вот здесь вот мы посмотрим на отечественные решения, обозначенные такой, на мой взгляд, милой матрешкой. И на open source. То есть если брать Израиль, кто-то говорит, что да, надо, не надо. С Израилем все по-своему. То есть кому интересно, я думаю, что где-то в коридорах можно поспрашивать, вам это все расскажут. Но вот в этих двух сущностях я как бы абсолютно точно уверен. То есть это Россия и это open source. Со вторым, конечно, вы уже можете начинать спорить. И что получается? Статические анализаторы. Из отечественных компаний здесь представлены позитивы. Solar Apps Screen, про которые рассказали. Ребята здесь есть и про это можно поговорить. Open source очень много. То есть там есть под каждый язык практически какой-то анализатор. Это надо держать в голове. То есть Solar позитивы, там энное количество языков – одна штука. Open source – один язык, одна штука. Для тех, у кого там два-три языка разработки, это прикольно. Потому что если у меня три языка, то, что сканер поддерживает 38, мне как бы душа-то особо не греет. Но если у меня 38 языков, тогда мне эта душа очень греет. Следующая ОСА – SCE практики, анализ open source компонентов. Здесь есть очарательный мужчина Алексей Смирнов. Опять не реклама, просто он есть. Мне кажется, одного из отцов-основателей. И, Леша, подними руку, пожалуйста, чтобы тебя видели. Он расскажет продукт, который позволяет анализировать open source компоненты, как тот же самый Nexus IQ сервер, про который сегодня также говорили. Опять, не реклама. Просто, мне кажется, если спрашивать, то от основателей это прям хорошо. Следующая та самая интрига, про которую мне разрешили рассказать только в пятницу, которая была на предыдущей неделе. Да, это не опечатка Solid Lab, это не WAV. Это именно DUST. Ребята готовятся к релизу и сделают его в ближайшее время. То есть появится первый отечественный DUST, да простите меня позитив, хотя у ребят тоже написано, что он есть. Ну, я все-таки про такой прям полноценный многофункциональный DUST именно DUST. Если опять со мной будут не согласны, то всегда можно поспорить. Ну и интерактивные сканеры, к сожалению, они полностью отсутствуют. Если же посмотреть на open source, то здесь, я думаю, что так или иначе вы с этими инструментами сталкивались. Dependency Track Check и ZAP, которые в университетах кто-то, кто учился по тематике безопасности, я думаю, так или иначе увидел. Штука древняя, прикольная, работает, но надо уметь пользоваться. Едем дальше. Mobile DUST, MDAST, кто-то любит с большой буквы писать, кто-то с маленькой. Я пишу с маленькой, мне так больше нравится. Не знаю, почему не спрашиваете. Здесь история, на мой взгляд, обратная. То есть есть потрясающий MobSF, который классный, интересный, но порог входа тяжелый. То есть, чтобы научиться этой балалайкой пользоваться, это надо постараться. Притом постараться хорошо. В то же время есть Stingray. И здесь есть тоже Алексей, Дени Алексеев, Алексей Антонов. Подними, пожалуйста, руку, чтобы тебя видели. Компания Swordsfish Security. Опять, не реклама. Просто вот если мучить, то мучить. Ребята выпустили свой Mobile DUST, который, соответственно, анализирует Android и iOS. И у них принцип такой, что автоматизировать все и все, чтобы, мне кажется, тут уже мои домыслы, сделать порог входа пониже. Но решение есть, решение работает. В ближайшем времени будет вроде как прям отличное обновление, в котором много всего поменяют и добавят. Если мы переходим про Infrastructure as Code Security, тот вопрос, который был, то есть сканируют ли SAST, DUST, в данном случае SAST инфраструктурные файлы. Да, в общем-то, их никогда не было, таких решений интерпрайзных. То есть есть энное количество open source, есть потрясающая open policy agent, на которую можно накатать проверки для всего абсолютно. То есть, может быть, вам это подойдет, этим можно воспользоваться. То есть это манифесты кубера, это какие-то терраформовские игрушки, это ансибловые плейбуки при желании. Где-то заготовок больше, где-то меньше. Но, в общем и целом, работает. В контейнер security очень интересные вещи здесь происходят. Есть отечественное решение Lantry, которое позиционируется в большей степени как observability решение, не один к одному security. То есть пользы там чуть больше, но я его все равно вписал. Почему? Потому что функционал по безопасности там тоже есть. И самое интересное, что, на мой взгляд, произошло два решения, которые раньше были Enterprise, New Vector и StackRox. Они стали open source. Вы можете их скачать абсолютно бесплатно. Их можно устанавливать. Сами инсталлировали, ставили, со своими плюшками и минусами. Это все есть, но это работает. Этим для начала можно пользоваться, если, например, нет ничего. Альтернатива в мире контейнер security open source просто вагон и маленькая тележка. Я думаю, что те, кто погружался в тему CNCF landscape, такую большую картинку видели с прямоугольничками и квадратиками. Можно собрать под себя. Ну и в завершении самое мое любимое. Secret management. Хашекорплот и так-то в России никогда не был. Ну как бы ничего здесь и не потеряли, все равно можно пользоваться. Open source версия, она есть и с ней можно работать. Это я все к чему? Не к тому, чтобы каким-то образом прорекламировать эндеров либо какие-то open source решения. Нет. Моя задача была показать, что картинка теперь красится вот так. То есть мы фактически потеряли только интерактивный сканер. Опять, я говорю прямо про функциональное решение, которое заточено на то, чтобы быть интерактивным сканером, а не то, что есть какое-то решение, которое обладает в том числе функционалом интерактивного сканирования. Диптомактивный этик в свое время. То есть мораль именно в этом, что да, оно изменилось, да, оно по-другому, но делать можно. Вот. Ну и маленькие такие вот нюансы open source, которые тоже надо держать в голове, чтобы не думать, что все это там прекрасно, радужно, просто и прям вот супер-мега полезно. Да, веб-интерфейса нету 90%. У кого-то есть, но у большинства его нет. Машиночитаемый результат. С одной стороны это прикольно, но вы не машина, и вам это будет местами тяжеловато. Один JSON-чик в тесте – это прикольно. Десять тысяч JSON-чиков где-нибудь в ваших компаниях – это не очень весело. Поэтому это надо учитывать. Поддержки тоже нет никакой. Максимум, что можно – это какой-нибудь ешь на GitHub сделать. Сделайте популярную прикольную, но, скорее всего, на нее посмотрят. Сделайте то, что хочется вам, но никому не надо, но тут, наверное, как и везде, к сожалению. Ну и потребность доработки. То есть все люди, которые сталкиваются с open source, будут его под себя заделывать. Это гарантирую. То есть если вы мне не верите, можете попробовать, будете допиливать, потом поверите. Либо просто поверите сразу. Ну и те выводы, которые хотелось бы сделать. Да, самый первый – это мы уже проговаривали. Защита приложений – это важный аспект обеспечения информационной безопасности. С учетом того, где это приложение находится, с учетом того, что сейчас оно становится все интересней. Может быть, даже не само приложение, а приложение как точка входа. То же самое log4j и реализация RCE. Я на сервере, поехали. Следующее – реализовать, как я уже говорил, можно. Да, честно, стало сложнее. Правда. Но это не значит, что это невыполнимая задача. Она все так же выполнима. Да, чуть по-другому, но можно. И для многих решений, как мы с вами посмотрели, либо есть аналоги в RF, а местами, мне кажется, вообще наше решение даже получше в плане того же Mobile Dust. Потому что для меня это удобнее. Я не настолько прокачан в программировании на андроиде, чтобы спокойно с лету разобраться в OBSF. А для кого-то есть классный open source, который тем более появляется на рынке. Ну и что делать? Самая моя большая просьба – это не воспринимать application security как синоним SaaS. То есть сейчас это, благо, постепенно проходит. Много всего подходов, решений, процессов. Дофига всего. Мне кажется, это прям свой мир внутри компании. В том числе своей инфраструктурой, которая является контейнерной зачастую. То есть не делать знак тождества или тождественного равенства или равенства. Как угодно. Следующее – если не знаете, с чего начать, начните с анализа безопасности open source. Тема модная, современная, относительно неплохие выигрыши. То есть, наверное, чуть попроще, чем тот же SaaS. Но в общем и целом польза от нее есть. Тем более в наше время. Развивать и создавать свою команду по application security. То есть думать, что человечек будет полглаза в сок смотреть, где-то конфижить какой-нибудь сетевой экран, а вечерком он еще и код проверит, я бы не стал. То есть это отдельные специалисты, которые занимаются именно этим. И вот пример Газпромбанка, мне кажется, очень показательный. Сколько там, полтора, по-моему, было у вас человек в команде прикрепленного? Я уверен, что вам хочется больше, чтобы было их там. Не потому, что хочется все время больше, а потому, что есть чем заняться. И задачки-то есть. И задачки местами не самые тривиальные. Потому что код зачастую – это не такая уж супер мега систематизированная вещь. И к ней надо подходить, к ней надо разбираться, с ней надо немножко пожить. Ну и да, развивать навыки по разработке вашей команды. То есть рано или поздно они потребуются. Сейчас все становится как код. То есть это инфраструктура как код, это безопасность как код, это policy as code. Все так или иначе становится кодом. Даже знакомые инфраструктурщики говорят, что в последнее время они больше времени проводят не за каким-нибудь там терминальным сервером, а в VS Code, в который они подключены, в который они делают Ansible Playbooks, в который они настраивают какие-то манифесты для куба. То же самое с безопасностью. И понимание основ каких-то подходов к разработке будет помогать. В том числе копаться в OpenSource. Любите Kubernetes, учите GOSH. Очень много различных инструментов написано на GOSH. Хочется чего-то с относительно быстрым порогом входа, Python и погнали. То есть какой-нибудь парсер, который будет нам JSON прикладывать куда-нибудь, запросто сделаете. Ну и плюс, мне кажется, это всегда полезно, потому что лучше программирование по размятию мозгов. Наверное, что-то есть, но программирование, мне кажется, точно одно из лучших занятий, чем это можно сделать. Ну и в завершении теперь реклама. Вот это настоящее. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Мы публикуем там различные новости из мира DCCOP. Стараемся, чтобы было интересно. Порог входа абсолютно разный. Иногда это бывает прям базовые-базовые статьи, иногда что-то более сложное. Где-то про безопасность, где-то про IT-оперейшнс, где-то про разработку. Ну, в общем, что сегодня захотели, то сегодня и опубликовали. Вот. Большое вам спасибо. На этом мой доклад закончен. И, видимо, переходим к дискуссии. Да. Спасибо. Докладчики практически все отмечали важность обеспечения безопасности приложений, даже не буду словить банковских, но банковских в том числе. И регулятор в своих нормативных документах, он отметил, так сказать, важность этого вопроса. В частности, в 719P требуется, чтобы, ну, там, ПО определенного уровня, ну, то есть то, которое проводит платежи и, скажем так, торчит наружу, оно либо прошло сертификацию в системе сертификации в стек, или оценку соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия не ниже АУТ-4. В то же время, ну, сертификации вообще, на мой взгляд, большие проблемы для банковского программного обеспечения, потому что та частота, так сказать, смены, доработок, как по требованиям бизнеса, когда мы пытаемся, так сказать, обогнать друг друга и предоставить самые, так сказать, современные и востребованные механизмы клиентам, так и с точки зрения, там, меняется нормативное регулирование, допустим, происходит доработки. Поэтому скорость изменения, она затрудняет процесс сертификации. Это не СКЗИ, который, там, может меняться, там, год или два. Ну, и по оценке соответствия по оценочному уровню тоже, хотя вот здесь коллеги говорили, что это, так сказать, реализуется, ну, вот, то, что я сталкивался, лицензиаты СТЭК не очень охотно за это берутся, и СТЭК, в общем-то, так сказать, не, как бы, не очень это поддерживает, не считая, что это его задача. И здесь возникает вопрос, а как же нам, ну, вот, мы все понимаем, что безопасность программного обеспечения банковского это важно, это наши с вами деньги. Нужно, так сказать, какие-то, так сказать, требования, ну, контролировать этот процесс. Но как построить этот процесс? Ну, еще пару слов про позицию Банка России. Ну, попытаюсь ее пересказать, как я понимаю, что Банк России считает, что он разработал, так сказать, соответствующий профиль защиты. И если у нас процесс разработки соответствует профилю, то мы считаем, что и банковские продукты, полученные, так сказать, вот в этом процессе, они соответствуют оценочному уровню доверия. Но с точки зрения нормативного регулирования, я считаю, здесь есть определенная нестыковка, потому что, ну, непонятно, какие свидетельства банк должен предъявить, что у него, так сказать, все соответствует, будут ли приняты эти свидетельства, допустим, при проверке. И здесь, в общем-то, ну, для банка возникают определенные проблемы. Ну, я вот как раз пригласил на эту сцену Дмитрия Соболева. Я знаю, что у него есть идеи определенные по этому вопросу. Хотел бы предоставить ему слово, ну, буквально минут пять, чтобы у нас была возможность обсудить. Коллеги, добрый день. Наверное, встану, так будет удобнее. Меня уже представили. Я поделюсь буквально одна секунда впечатлением о сегодняшнем заседании. Вот мне очень, я слушал, и мне показалось, вот мы находимся как бы при классической системной ошибке выжившего. То есть складывается впечатление, что все действительно хорошо. И вот Сергей подтверждает, что с точки зрения регулятора все замечательно, все хорошо. Есть нормативная база, есть соответствующие организации, которые готовы это выполнять. Но беда заключается в другом, что сегодня здесь отсутствуют те организации, которые, собственно, не дошли до светлого будущего, у которых нет необходимых ресурсов, нет специалистов. И таких организаций очень много. Соответственно, как эту проблему можно решить? К этой задаче, безусловно, подступались многие наши предшественники, которые в соответствии с физиотехническим регулированием пытались войти в историю по добровольной системе оценки соответствия тех или иных изделий. Мы проанализировали опыт наших предшественников, проанализировали работу в силу того, что мои коллеги, с кем я взаимодействую, с кем мы продвигаем эту идею, о которой я сейчас расскажу, работают в системе аккредитации FSTEC России, это испытательные лаборатории. Мы пришли к выводу, что действительно на рынке в настоящее время требуется добровольная система оценки соответствия. И мы такую систему, даже не систему, а создаем в настоящее время ассоциацию с перспективой создания саморегулируемой организации, которая бы объединила организации, осуществляющие оценки соответствия по требованиям обеспечения информационной безопасности. Зачем это нужно и важно? Обязательная система оценки соответствия – это сертификация, нужна только для государственных информационных систем. В банковской сфере, как правильно, совершенно справедливо сказал Сергей, есть регулятор, который написал какие-то требования, как их реализовывать, он не рассказал, вы сами занимайтесь, делайте. Как регулятору оценить качество работы тех организаций, которые оценку соответствия делают? Вопрос, очень большой вопрос. Как заказчику оценить, ему в соответствии с требованиями международного стандарта, или нашего ГОСТа 15408, качественно ли сделали оценку соответствия, провели анализ уязвимости в соответствии с 15408 ГОСТом, либо провели оценку соответствия. Сложно это сделать. Поэтому необходимо создавать и организовывать систему добровольной оценки соответствия. Что в настоящее время сделано в этом направлении? В настоящее время, к сегодняшнему числу, ассоциация создана. В этой ассоциации не так много членов или участников, потому что чем больше организации участвуют на этапе создания, тем сложнее достигнуть консенсуса в разработке нормативных документов, которые бы регламентировать деятельность. Целью организации является создание системы добровольной оценки соответствия продуктов, услуг, процессов обеспечения информационной безопасности. Задачами является консолидация организации участников рынка, то есть организация, которая собственно эти услуги оказывает, формирование требований к оценке соответствия, формирование требований к качеству результатов оценки соответствия. Наши основные как бы... Сегодня просто много столько слов иностранных услышал, прям жутко. Тоже тогда воспользуюсь. Особой фичей этой организации является то, что в отличие от обязательной системы сертификации, где есть требования, и программы методики разрабатывают испытательные лаборатории, это как бы их ноу-хау. Понятно, где-то за кадром они перемешиваются, и через какое-то время все программы методики примерно одинаковые, но тем не менее. Наша фича является то, что организации, участники ассоциации или саморегулированной организации будут получать стандартные методики, которые будут пересматриваться на регулярной основе. То есть это будет открытая информация для оценщиков, что позволит обеспечить, во-первых, снизит стоимость оценки результатов работы этих организаций, и повысит доверие и качество работы этих организаций. В каких направлениях мы собираемся действовать? В настоящее время сформированы четыре направления, и работа в них идет с разной интенсивностью. Я, наверное, расскажу, отранжируя эти направления по мере снижения интенсивности. Первое направление, оно сейчас для нас самое важное, это оценка соответствия процессов разработки безопасного программного обеспечения в соответствии с ГОСТ 56.939. Здесь есть три формы испытаний. Первое – это тотальное соответствие, потому что по нормативной базе сейчас не обязательно, когда необходимо использовать этот ГОСТ. Первое – когда вы приняли на себя обязательство ему соответствовать, в соответствии с ФЗ стандартизацией, вы обязаны его 100% пополнять. Второе – вы сертифицируете какие-то изделия, среди защиты информации. И третье – вы субъект КИИ, и вам нужен прикладной программный обеспечник, обеспечить его соответствие трем параметрам основным, которые являются, собственно, компонентами разработки безопасного ПО. Регламент, статический анализ, фазинг и тотально динамический анализ для самых серьезных объектов катетической информационной инфраструктуры. Соответственно, это все нужно сделать с 1 января 2023 года. Соответственно, три формы соответствия. Первая форма соответствия – это полное соответствие требованиям ГОСТ по разработке безопасного программного обеспечения. Второе – это оценка зрелости разработчика требованием этого ГОСТа. Мы понимаем прекрасно, что не все могут сразу реализовать все требования, и, как любой процесс, он живет по циклу 50A. То есть лучше начать что-то делать и развиваться, чем мечтать и пытаться добиться совершенства, и его никогда не достичь. И третье форма соответствия – это соответствие продукта, потому что в 239 приказе в стек по КИ именно требования к продукту. Требования к продукту в соответствии с циклом безопасной разработки. Мы рассчитываем, что к июню, к июлю мы закончим разработку необходимых документов и начнем аккредитацию уже организации в рамках этого направления. Второе направление – это оценка соответствия продуктов информационной безопасности или среды защиты информации. Здесь, понятно, полный рост 15408, требования по заданию по безопасности и соответствие требований, которые декларируют разработчик программного обеспечения в соответствии с уровнями доверия. Третье направление – это оценка соответствия процессов, не оценка соответствия процессов и информационных систем, а именно то, что называется добровольная тестация, добровольная оценка соответствия в виде испытаний либо приемки. И четвертое направление, которым начали буквально вот-вот заниматься, это оценка и, так скажем, аккредитация специалистов на рынке информационной безопасности. Это большая задача для учебных центров, которые мы тоже в свою организацию, ассоциацию привлекаем и будем с ними взаимодействовать. Вот, собственно, и короткий месседж. Может быть, да, вот я вижу в зале присутствует, ну, есть и молодежь, и есть люди, которые, собственно, создавали подобные системы, и у многих есть скепсис по отношению. Я знаю, там, мой акционер Игосич Коллайда, который пытался это многократно сделать и отказался от этой идеи. Мы все равно продолжаем, мы верим. В чем, как бы, почему мы уверены в достижении своей цели? Первое. В рамках ассоциации при ее организации участвуют высокомотивированные организации и люди, которые заинтересованы в этом и знают, как это делать. Второе. Есть соответствующие компетенции и опыт построения подобных систем в рамках обязательной системы, в рамках обязательной системы сертификации и организации испытательной лаборатории которые заинтересованы в расширении своего рынка. И третье. В настоящее время действительно формируется потребность на рынке, потому что много серых зон, недоговоренностей и непонимания того, как необходимо оценить соответствие того или иного продукта, процесса, информационной системы, если она не попадает под обязательную систему сертификации. Вот, наверное, все. Я коротко. Дмитрий, спасибо. А вот ожидается, у вас идет какая-то работа по, скажем так, внесению изменений в нормативное регулирование? Потому что то, что вы сказали, ну это такой, скажем так, неформальный клуб по интересам. И как центральный банк к этому относится? А я не соглашусь, что это неформальный клуб по интересам. На самом деле, мы живем сейчас с вами очень интересное время, после 24 февраля. очень много появилось возможностей. И федеральный закон о техническом регулировании совершенно легитимно создает базу для деятельности такой ассоциации и саморегулируемой организации. Проблема заключалась в том, что, действительно, раньше участники рынка не могли договориться, им было сложно найти какую-то там площадку, найти общие интересы для того, чтобы взаимодействовать. Сейчас такая площадка существует. Есть соответствующие нормативные документы, которые предписывают что-то делать заказчикам. То есть раньше было как? Требований нет. Зачем кто-то будет что-то делать? Сейчас ситуация совершенно поменялась. Есть требования того же центрального банка, есть требования ВСТЭКа в 239 приказе изложенные, которые требуют от конечных потребителей выполнительные действия. Но при этом они заинтересованы в том, чтобы эти действия выполняли организации, которые обладают необходимой экспертизой. Первое. Второе. Результаты деятельности этих оценщиков кто-то оценил и сказал, что да, это действительно хорошо сделано. Хорошо. Понятно. Владимир Семенович, а вот пару слов скажете в ваше видение, как можно было бы, может быть вы говорили про опыт Белоруссии, как можно было бы построить оценку прикладного ПО, в частности банковского. Я сначала представлюсь, если можно, потому как здесь поступающе. Я такой без галстуков, и не без джинс, но посредине. 26 лет носил погоны, последние 25 лет взаимодействую с Центральным банком. Был разработчиком платежной системы МЦИ, был разработчиком то, что сейчас называется СПС Банка России, 115-я система Банка России. И вопрос, который сегодня это не потому, что было, а потому, что будет, наверное, завтра. Ассоциации, которые создаются, они концентрируют опыт, но они концентрируют почему-то вот так вот, через свою лупу, через свою точку зрения и накопленных знаний. Поэтому я отвечу на вопрос ведущего шире. Фонд развития программной инженерии был сделан еще в Советском Союзе. Она называлась Ассоциация программной инженерии. Мы занимались ГОСТами, мы занимались технологиями программирования и взаимодействовали с подобными структурами в Советском Союзе и в Киеве, и в Минске, и в Новосибирске, и в Ленинграде были структуры, которые работали по этому направлению. Значит, то, что сегодня обсуждается, это не задача, вот, горячая, она задача, которая была еще при БЭСМИ, при Урал-16. Вот, поэтому те, кто носил погоны и занимался разработкой информационных систем программного обеспечения с грифом, ну, условно говоря, хотя бы секретно-совсекретно, для них вот вопросы безопасной разработки не стояли и не стоят, ну, вот, для меня это, ну, сколько вот, ну, сорок лет я этим занимаюсь. Поэтому ключевой вопрос безопасной разработки, вот, я пока сидел, слушал выступающих, новость увидел только, значит, которая меня порадовала со стороны Сбербанка. Есть такой банк. Вот, новость очень простая. Дэвид Рафаловский и Лев Хассис в Америке. Поэтому команда это прежде всего. И если команда безопасная, то и разработка безопасная. Можно придумывать всякие ассоциации, можно придумывать прекрасные продукты. вот, но ключевой, ключевой, я повторяю, фактор, это человек, это команда, ее организация, значит, безопасная работа в этой организации, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому мое выступление будет не рекламное, я не буду пропагандировать предметнее Петине Сарляр, значит, я буду говорить о другом. О том, что мы делали как фонд, начиная там с 2000-х годов, и под руководством Кокошина Андрея Афанасьевича, когда он был руководителем СОБЕЗа, а до этого был замминистра обороны, и так далее. Вот, и сейчас продолжаем по инерции делать вместе с коллегами, которые сидят на стульях уже как наши ученики в СОБЕЗе или ВПК. В мое понимание, безопасная разработка банковских продуктов ничем не отличается от безопасной разработки государственных информационных систем. Тоже самое команда, которая вот Бектина или Шойтова сидела наверху, она, и мы с ней общаемся, значит, и говорим о том, что Гостех, знаете, такой Гостех? Ну, вот где там безопасная разработка? Я последнее время был руководителем направления по этому направлению, именно по реестру, по созданию ФГИС, реестра отечественного программного обеспечения, руководителем направления вне восхода. Знаете, такой восход? Ну, вот, пока Бадалов был руководителем, и он вместе с Минпромторгом пытался делать как это, двойное подчинение НИИ восхода Минпромторгу и Минцифре для того, чтобы делать не только программное обеспечение, но и программно-аппаратные комплексы, доверенные. Вот эта работа сейчас, после его увольнения, она сейчас идет в НИИ восходе. И там тоже есть все то, что касается безопасности, разработки и всего остального. Я вот... Владимир Владимирович, в принципе, по этому-то вопросу давайте, может быть, еще коллегам дадим слово, а потом... Я вот тут вот насчитал, я просто цифру назову. Ну, давайте, давайте. 9 инициатив нашего любимого правительства с участием первых лиц. Последний указ президента от пятницы, вы, наверное, прочитали, о технологической независимости. Но, сколько можно говорить? вот, понимаете, вот, я сторонник дела. Давайте делать, а не говорить о том, что будет через 30 лет. Вот. И когда в планах Минцифры о цифровой экономике я слышу те же самые слова, которые я слышал от солдата Алексея, когда было, помните, что это назвало? Информационное общество. До этого электронное правительство. Поэтому сегодня с учетом того, что многое поменялось с учетом 24 февраля надо думать о том, как выживать в этой ситуации. А что вы предлагаете? Мы предлагаем. Я конкретно предлагаю обратить внимание на решение совбеза от 15 ноября о том, что необходимо здесь сделать систему репозиториев своих средств разработки, хранения. И такая работа отчасти Минпромторгом сейчас выполняется. Вот. Но этого мало. Потому что открытый код предлагает свой репозиторий сделать тур отечественной за отечественные деньги. Минпромторг еще предлагает сделать open-source для государственных информационных систем. Это тоже постановление правительства готовится. стек заплатил пятьсот пятьсот десять миллионов на двадцать второй двадцать четвертые годы по разработку унифицированной среды разработки безопасного отечественного программного обеспечения. Вы в курсе? И то, чего мне понятно, и я считаю, что банковское сообщество, особенно в части информационной безопасности, это наиболее подготовленные ребята, которые прошли и продолжают работать в очень-очень тяжелых условиях. Я считаю, что то направление, которое сегодня обсуждается на сцене, оно необходимо подготовить и сделать концепцию того, что будет в ближайшее время. Такую концепцию сейчас готовится по поручению Совбеза, и до 1 июня должно быть Минцифрой сделано отдельное мероприятие и отдельное финансирование, долгосрочное финансирование по всем вопросам, которые вот здесь обсуждаются. Поэтому я предлагаю ту информацию, которую я имею, чтобы услышали вы и достучались в том числе и до банков или центральных банков, а через них и на другие фаивы, с тем, чтобы не отдельно рассматривался этот вопрос, невозможно это сделать в банковской среде отдельно, надо делать это все за деньги государства, в котором мы живем. в банковской обеспечении обеспечения разработки безопасного банковского ОПО, как его проверять, в каком виде, да, так сказать, как проходить вот эти, так сказать, как раз, испытания. И, собственно, как DevSecOps в этом может помочь, какая здесь взаимосвязь, ну, так сказать, пять минут. Ну, давайте, я бы, наверное, сейчас попробовал, может быть, немножко какую-то дискуссию запустить. По практике мы много внедряем процессов, много разного консалтинга проходит. это, на самом деле, одна большая проблема DevSecOps. Здесь много говорили про инструменты, много говорили про процесс, но вот Денис натронул очень классную тему о том, как сделать так, чтобы то, что нагенерил DevSecOps, разработчики все-таки применяли, исправляли, и мы все-таки выпустили какие-то безопасные продукты. Денис рассказал про классный подход в части коммитить в код разработчикам, для того, чтобы они сразу видели какие-то вещи. Интересно, наверное, поговорить, как вообще не только про код, как и про другие практики, работать с разработчиками для того, чтобы они старались больше удивлять времени и внимания безопасности, то есть с библиотеками, еще с какими-то вещами. Возможно, коллеги, Денис, может быть, Антон поделится тоже опытом о том, как у них в проектах это шло, какие они методы применяли. У нас одна из действенных вещей, которую мы часто делаем, это помимо процесса, помимо платформы, помимо техники, для того, чтобы начать разговаривать с разработчиками, это какие-то программы, некоторого аварно, со CTF, для того, чтобы зацепить людей, для того, чтобы донести им правильное вообще понимание, зачем этот нужен процесс, потому что все говорим про технику, про проверки какие-то, про практики, еще про что-то, но глобальная цель процесса не взять сейчас проверить, а глобальная цель процесса сделать так, чтобы разработчикам жилось легче. Как это сделать? Это сделать можно тем, что меньше заставлять их исправлять, то есть, как опять Денис говорил, и в целом про подход, который пропагандирует DevSecOps, этот shift left, о котором мы все говорим, о том, чтобы мы вещи находили как можно раньше в момент их появления, а вообще желательно до того, как они появились. Допустим, если мы качаем библиотеку, то есть можно поставить firewall на библиотеке и сразу плохие библиотеки не качать. Вот, код, который выдавать, выдавать уязвимости по коду не в конце, а прям коммитет в сборке, чтобы они сразу их видели. Вот, поэтому какие-то такие аварносы, какие-то обучения CTF, которые мы можем донести до людей, которые помогают нам в дальнейшем с ними взаимодействовать. правильный подход, которому тоже достаточно мало внимания там по практике в компаниях уделяется, да, это security чемпионы, которые как раз таки помогут нам огромную, огромный пласт задач с команды именно security снять и переложить, переложить и найти себе помощников, да, в командах разработки, потому что мы все ходим, кричим и говорим, что специалистов security мало, девсюков специалистов мало, они очень дорогие, да, то есть там мы не можем их искать, поэтому мы не можем построить процессы, тиражировать на всю компанию. Это, соответственно, подход security чемпионов, который как раз таки позволит нам расшиться и сделать наши копии там наших security инженеров для того, чтобы эти security чемпионы работали в командах и помогали нам работать с дефектами, работать с продуктом, работать со всем остальным, да, тем самым снимая огромный пласт задач наших, да, и даже тех задач, на которых мы там дотянуться не можем. Вот, поэтому вот это, вот это я считаю в девсюкопсе сильно важное, сильно важно этому внимание уделять. Сегодня мы много говорили там про технику, да, как я уже говорил ранее, про то, как это построить, вот, но вот этот человеческий фактор и те результаты, с которыми разработчикам надо работать, нам надо максимально им жизнь упростить для того, чтобы они хотели это делать. Коллеги, может быть, у вас еще какой-то есть опыт, который вы там хотели передать, рассказать, да, по поводу того, как девсюкопс сделать более, более эффективным у нас. Да, пару слов, да. Да, кстати, вот тема с обучашками, она очень неплохо заходит, тоже делаем, и здесь, наверное, для меня в свое время было большим откровением, что разработчики такие, вау, так можно было сделать, то есть они, ну, просто физически могли не знать о том, что такое там исключение, CSS, 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 и прочее, то есть это помогает. еще подержу мысль Алексея, что сделать можно максимально, точнее, нужно максимально просто, то есть у меня, наверное, там, может, не очень популярна точка зрения, но я считаю, что DCCops и eBay это сервисная компания для разработки, разработка наше все. Оно, на мой взгляд, всегда так будет, и есть, и было, потому что это то, что приносит именно value для компании. безопасность и IT, как бы мы ни хотели, это поддерживающие функции и, опять-таки, всегда ими будут. Так вот, что это означает? Это означает, что сервис можно давать по-разному, то есть вы там в ресторане условно, да, вам либо приносят готовый салат вкусно, с вилками, ложками, там, чем угодно, огонь, вы кушаете, вам нравится, либо вам просто по частям приносят, вам надо порезать, но это не очень удобно. То есть здесь, чтобы не впадать в технические аспекты, но то же самое там встраивание каких-то проверок в конвейеры можно реализовать разными путями, то есть можно разработчикам кусок кода заставлять писать, а можно через какие-нибудь красивые include, через наследование сделать так, что вставляет одну строчку, она все подтягивает, безопасность у себя это делает. То есть вы им даете уже готовый сервис, это удобней. И вот везде так надо, тоже там, когда какие-то интеграционные проекты, всегда берите разработчиков, ну, опять, не обязательно всех, да, там, темиридов, каких-нибудь, те команды, которые вы анбордите первыми, с которыми вы взаимодействуете, чтобы они участвовали в обсуждениях. Когда вы заканчиваете проект, не только перед эбэшником, смотрите, вот новая система, она умеет, разработчикам тоже, вот как вам пользоваться. Давайте им эти возможности доступа прокачивать их. Вот все, отдаю. Спасибо. Ну, наверное, подвести ту... А, кто? Да, ну, давайте. Хотел еще... Так у нас многоуровневая история идет, я как Ростелеком Solar, но тоже Ростелеком, мы и на верхнем уровне обсуждаем какие-то в рамках рабочих групп серьезные активности и, соответственно, непосредственно, как представитель вендора и работаем непосредственно с бизнесом. И вот в объединении всех вот выжесказанных вещей действительно хотелось бы дополнить коллег тем, что каждый из спикеров вот на своем уровне абсолютно точные озвучил тезисы и действительно важные. Просто одни делятся на разных уровнях. То есть на уровне государства выставляются очень серьезные системные требования, на уровне ассоциаций очень важно вести работу, потому что из этих вещей рождаются требования для конечных бизнес-руководителей, которые руководствуются тем, как вести команду и на что выделять ресурсы непосредственно в коммерческих компаниях. Поэтому нормативно-правовая составляющая здесь играет также важную роль и от нее открещиваться, говорить, мы только за технологией, наверное, не стоит, а важно это вести в единой связке. Ну и при этом на местах, конечно, специалистам по информационной безопасности и разработчикам очень важно действительно идти на сближение и выстраивать диалог. И как раз безопасная разработка это та точка, где возможен выстроить этот диалог и как раз с нее, наверное, стоит начинать. Плюс очень важно стараться говорить на одном языке через какие-то общие задачи. Начинать с малого и постепенно увеличивать уровень сложности внедряемых процессов. И с этого, наверное, и будет у нас в конечном счете результат достигнут. Спасибо. Сергей Александрович, пару слов в завершении. Давайте. Я, на самом деле, обо всем этом говорил практически полчаса, поэтому, наверное, я вернусь к началу к вопросу. к 15408, к добровольной сертификации и так далее. Мы в эту воду вошли и, в принципе, достаточно бодренько заключили контракт на сертификацию и продумали у себя технологии безопасного производства. Чем это отличается от производства там секретных софт-секретных систем, ну, в принципе, совершенно верно ничем, кроме времени. То есть, у нас, к сожалению, нет на выпуск релиза времени, которое обычно происходит сертификационное испытание. Ну, и вот именно поэтому мы вот всеми этими инструментами быстренько и пользуемся. А с точки зрения 15408, я хотел обратить внимание на то, что требования, методики это все важно и нужно, но еще нужно, чтобы разработчик отдал код. Вот нам не удалось, например, от компании BSS получить этот код, потому что в отличие от всех остальных они сказали, ребят, у нас это теперь коммерческий проект, он будет стоить определенных денег, и вы будете, кроме лицензионной нагрузки, нанести еще на себе сертификационную нагрузку, если уж у вас такие требования появились. с этим вопросом я бы тоже ассоциацию призвал позаниматься, потому что там действительно есть вот этот нюанс с точки зрения того, что должны быть исходные коды, и они должны быть проверены в том месте, где они развернуты. И вот это практически неразрешимая задача с точки зрения, кто пойдет кому на уступки, и сколько это будет стоить для конечного потребителя сертифицированного софта. Наверное, это я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Ну, я бы, может быть, даже добавил, что не только исходный код, желательно и средства разработки иметь, чтобы потом можно было продолжить проект уже в случае, так сказать, каких-то, ну, просто, грубо говоря, может исчезнуть компания-разработчик. у нас, допустим, в банке такие случаи есть. И потом, в общем-то, большая проблема в сопровождении и поддержке этого кода. Вот. Ну, что касается требований, ну, наверное, мы готовы к любым требованиям, но единственное, что, ну, вот банки, которые, особенно с госучастием, единственное, что, наверное, они должны быть понятны, и, как бы, требования для всех. Потому что та же, так сказать, гонка, кто быстрее, что внедрит, так сказать, она, ну, там, стимулируется бизнесом, но если будут общие правила, так сказать, что надо пройти такие-то проверки, это, так сказать, занимает столько-то времени и денег, то, ну, будем выполнять, в общем-то, я не вижу в этом проблемы, кроме, так сказать, как вот этой вот спешки, кто первый, так сказать, сделает. Ну, и у нас еще один вопрос сегодня для обсуждения. Тоже, наверное, так сказать, стоит на него обратить внимание, вот с учетом событий 24 февраля. Вот в связи с этими событиями возникла проблема, что у нас в используемом открытом коде могут внедряться закладки, адресные, так сказать, для, так сказать, российских организаций. То есть открытый код он, ну, в принципе, и раньше его надо было проверять, а теперь, как бы, эта проблема, она стала, как бы, ну, риски сильно увеличились. Во-вторых, если мы берем, так сказать, вот площадки для разработки типа гитхаба с исходными кодами, то сейчас, как вы знаете, просто отключают, так сказать, наши российские организации, и мы уже не можем использовать этот код, вот там, Сергей Александрович говорил, что мы, так сказать, скачиваем, ну, в общем, этим занимаются, наверное, многие организации, мы скачиваем эти исходные коды. Ну, и здесь возникает вопрос, что правильный ли это путь, когда каждый спасается, так сказать, как может, может быть, надо как-то спасаться всем вместе, и с этой точки зрения, наверное, было бы логичным создавать свои площадки по, ну, так сказать, репозитории площадки для разработки кода, и в идеале привлекать и иностранных программистов, то есть, если мы не можем работать на тех площадках, которые есть, то, значит, нужно создавать параллельные структуры, ну, как параллельные структуры во всем, начиная от свифт и прочих вещей. Ну, я вот еще на пять минут дам слово Владимиру Семеновичу, просто я знаю, что он занимался и вот в курсе тех работ, которые идут по Оно открытый код, если я не ошибаюсь, так называю. То есть, какое сейчас состояние вот в России процессов по созданию репозиториев и площадок разработки ПО с открытым кодом? Владимир Семенович, там. Да, вопрос понятен. Что я могу сказать? Я насчитал ни один, ни два, ни пять, ни шесть, а целых девять направлений, которые ведутся вот так вот разрозненно. Поймите правильно, значит, в одной в одной медцифре я насчитал четыре направления. И все они говорят про среды разработок унифицированных, доверенных и так далее и тому подобное. Поэтому та позиция, которую мы вырабатывали в своем узком кругу, она сегодня простая и понятная. Должно быть четыре уровня репозиториев, ну или по-другому средств разработок. Это одно и то же. Не только хранение, не только фонд алгоритмов и программ, но и обязательно все, что касается обеспечения разработок. Начиная от взаимодействия на начале работы, кончая архивами, бесконечными архивами, которые могут храниться еще десятки лет. Так вот, ключевой вопрос, который решался вот мною в частности, когда руководство не и восхода не могло решить это все, мне говорили простые вещи директора и его замы. Давайте сверху решим этот вопрос, не на уровне Минцифры, хотя оно ключевое, задающее по всем направлениям, в том числе по технологиям разработки, в том числе по информационной безопасности. Сойтов сейчас вот именно этим занимается вместе с Бектиным, Хасиным. Отрестливой центр, как это, Госсопки, они запустили на мои глаза. Там тоже предлагалось сделать отдельную часть, которая называется доверенную и проверку всех тех обновлений, которые идут по реестру отечественного программного обеспечения. Все хорошо знают 1С. Ну, Ралеева, Бориса и все, что они делают. Там 10-20% всех продуктов в реестре – это 1С. Может быть, я не прав, но цифры вот мне так говорили. То, что предлагалось сделать и предлагается вот той группы единомышленников, она простая вещь. Для международного взаимодействия оно все равно должно быть. И это уровень типа Гитлаба. Совершенно свободный, скачиваешь, ставишь у себя. И по такому пути идут многие, в том числе и государственные структуры. Взял, поставил. Мои ученики в Верховном суде это сделали. И многие вопросы по приемке закрыли. Следующий уровень. То, что сделал Microsoft, купив GitHub и добавив туда еще все свои продукты, в том числе открытые. Коммерческие структуры, российские коммерческие структуры, ассоциация разработчиков программных продуктов, другие ассоциации, должны скинуться своими деньгами и сделать для себя достойный GitHub, аналог GitHub. Совсем начиная от, я кончаю обучением, тестированием, проверками и всеми остальными. Но это задача коммерческих структур при поддержке тех же самых Минцифры. Лютиковых, ФСБ. Возьмите там же, посмотрите, что сделано уже в Минобороне. Минобороны тоже готовы выкладывать вместе с теми, кто там подрядчики, это Ростех. Они постоянно говорят о том, что качество программного обеспечения, безопасность и так далее и тому подобное. Поэтому координация усилий, вот сейчас вот, она необходима. Дальше будет только хуже. Это только начало 24 февраля. Следующий уровень, как мне представляется, это уровень того, что в Америке называется кодегов. Есть такой репозиторий, где обязаны храниться все исходные тексты и все разработки Соединенных Штатов. Кодегов, почти открытый ДСПшный ресурс с авторизацией для тех, кто туда допущен. Наконец, третий уровень по безопасности, это, ну я его называю аналог Форги Милл. Это тоже репозиторий Министерства обороны. Вот, это тоже, значит, защищенный, более серьезно по безопасности. Но само Министерство обороны говорит о том, что мы без подпитки из других источников тоже ничего не сможем сделать. Многие задачи, особенно по аналитике, они решаются научными коллективами. И там тоже используется внутри. Развед-сообщество, что оно использует, как оно использует, там тоже хранится. Служба внешней разведки, значит, не раз обращалась к тем, кто продает, покупает госзакупки, и спрашивала, вот у нас есть секретное программное обеспечение по 44 ФЗ, куда его включить? Поэтому проблемы, которые есть на рынке, они не сегодняшние. В банках, если говорить про банков, есть своя специфика, начиная от конкуренции и кончая, значит, собственной безопасностью. Но есть общие задачи, в том числе и технологические, как это все построить. Четырехуровневая система. Для Миннауки – это GitLab. Для Реестр отечественного программного обеспечения и всех коммерсантов – это аналог GitHub. Надо сброситься. Ну да, понятно. Проблема… 10% от… И сделать общий… Руххаб. Но если вы сами по отдельности это не сделаете, то… Ну понятно, я… Ну, сейчас нас уже надо подводить итоги. Когда меня приглашали участвовать в каких-то конференциях, круглых столах, связанных с импортозамещением, я старался уклоняться, потому что… Ну, честно говоря, вот об этом много говорилось, но вопрос, в общем-то, так сказать, спускался на тормозах, скажем так. То есть, ввиду, так сказать, вот тяжести этой неподъемности… Я заканчиваю тогда ответы. Значит, я просто прочитаю. Пункт третий. Это решение совбеза. Рекомендовать Минцифру с участием Минпромторга и ТП и ТД, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций до 1 июня 2022 года подготовить отдельное мероприятие и отдельное финансирование в рамках цифровой экономики. Без долговременной, разумной работы по этому направлению будет то же самое, что было, значит, последние 30 лет. Я не ошибусь. Ну, по крайней мере, последние несколько лет мы активно говорили про импортозамещение, но ВОЗ, в общем-то, двигался мало. Теперь мы в той ситуации, когда уже, так сказать, гром грянул, так сказать, и уже у нас нет другого варианта, как решить эти проблемы технологической зависимости. Это уже вопрос выживания, так сказать, нашего государства как независимого. Ну, я хотел бы еще дать слово Денису Кораблеву. Вот он у нас, по-моему, не участвовал еще в дискуссии. Вот прокомментировать вот эти наши два вопроса, которые мы обсуждали. Я как так... Нормально я слышно, да? Да. Я так думал, я уже отсиделся, все нормально, как бы. Нет, не получится, да. Просто на все эти, там, достаточно высокоуровневые вопросы, мне кажется, как бы, что... В чем есть правда в том, что дискуссии идут уже годы и годы, там, как-то у нас было собрание, там, да, там, постановили, там, на время 10, на ночь 25 и больше ни с кого не брать. Это блок, да, там, 12. Девушки легкого поведения обсуждали, как они договорились о чем-то. Вот, я просто к чему, я к тому, что это достаточно долгая история построить какую-то систему, которая будет ограничивать или контролировать кого-то. Но, как следствие этой системы, она, по сути, что делает? Она не дает упасть ниже какого-то определенного уровня, да. То есть, вот, там, для тех, кто совсем ничего не знает, она может, там, поддержать, там, дать какой-то инструментарий, тулинг, я, скорее, про, вот, какую-то ассоциацию, там, и требования. Ну, мне кажется, что именно в области безопасной разработки у нас очень много хороших компетенций и практик, и компаний, которые умеют это строить и могут это строить на хорошем уровне. И вот Газпромбанк, не знаю, там, как достаточно хороший, классный пример того, как можно все действительно по уму сделать. И Swordfish, Jet, как консалтеры, которые умеют строить эти процессы и понимают, что там важно, что не важно. И вендоры у нас есть, там, и Solara Positive, и еще там кто-то Solid, да. Вот, мне кажется, что в целом вот государству нужно в такие вещи вылезать по уши тогда, когда, ну, как бы выжженная земля, и нужно что-то срочно спасать. Тут есть достаточно много частных инициатив, которые вполне себе работают и уже работают, да. То есть, мне кажется, что просто это может родиться как сверху, так и снизу, и конкретно в этой области. Очень высокая вероятность, что это снизу прорастет качественнее и эффективнее. Потому что я, ну, окей, я не такой опытный и в Советском Союзе жил всего четыре года, но воспоминаниями не сохранились, к сожалению. Но, как бы, мне кажется, что сверху вниз у решения любой проблемы сверху вниз есть тоже определенные минусы. И я как-то всегда сторонник того, чтобы это снизу вверх прорастало. Вот, если бы оно так сложилось, было бы очень клево. Ну, в том плане, что, как бы это правильно-то объяснить. Вот есть какие-то якорные фигурные, классные банки, которые смогли построить на хорошем уровне у себя. Есть консалтеры, которые кому-то помогли и знают, как построили там ключевые банки. Есть вендоры, которые делают софт, соответственно, вся эта история. И это уже само по себе является индустрией, которая не дает упасть ниже какого-то уровня всем тем, кому это правда надо. А дальше история сделать так, чтобы им было правда надо. Вот сейчас, 24 февраля сделали, что всем правда надо, как бы. То есть, что за проблема-то, да? То есть, когда 24 февраля случилось, у нас там за вафом просто очередь стояла. Мы говорили о том, что у нас серверов на полгода, они кончили за неделю. Вот, где их брать, не знаем. Ну, как бы, история такая, что всех дедосят, везде атаки. Вот, индустрия есть, она обладает компетенцией. Компании есть, которые строить умеют. То есть, банки, которые знают, как это делать. Мне кажется, что осталось здесь и сделать. То есть, ну, еще какой-то проект дополнительный здесь сделать. Ну, просто я неплохо знаю, как устроена стековская сертификация, как методика написана. Я в нее достаточно глубоко погрузился. Ну, я бы сказал, что если исследовать один в один, это жесть ресурса вселенной со скоростью света. То есть, нужно фазить на zero day все возможные компоненты, компиляторы, rotten time и так далее, ради того, чтобы проверить свой продукт и его сертифицировать. Ну, то есть, это просто… Нет, наверное, это хуже не будет. Будет ли это полезно? Вот. И вот в этом смысле, как бы, коммерческий сектор, он всегда отсекает все лишнее. Вот, как говорилось уже здесь сегодня, что, по большому счету, нет у нас времени, да, там, для коммерческих продуктов тратить на идеальную сертификацию любого продукта бесконечное количество времени, просто чтобы там точно ничего не найти. Всегда это баланс, баланс правильно выстрадан и правильно сделан. У нас есть результаты уже. То есть, просто дожать нам, доделать надо. Я как-то так на это смотрю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ